Вот так горела на полигоне Утилис неделю назад, но начался пожар там еще 19 марта. Вот так выглядит мусорная гора на полигоне Утилис, которая горела все последние дни. Как видим, сейчас прямого горения нет, однако она все еще дымится. То есть речи о полной ликвидации очага возгорания пока не идет. Возгорание прекращено 30 марта, а 31-го на полигоне начали вскрывать очагитление. На данный момент два очага вскрыто, затушено и пролито. Сейчас ликвидируют третий крупный очаг. Ну а кроме крупных, остается много мелких очагов, они также устраняются. И остаются очаги, можно сказать, сигарету чуть больше, которые я устраню. Вот сейчас я на совещании там проводил в три часа. Если все пойдет нормально, то пятницы не будет никаких очагов. Это пообещало руководство полигона на прошедшем в городской администрации совещании, которое состоялось 3 апреля. К пятнице, 7 апреля возгорания на Утилисе должны полностью ликвидировать. Однако на территории полигона есть и другие проблемы, которые мешают в пожаротушении. К примеру, водоем зимой на территории Утилиса промерзает. Взять воду оттуда невозможно. Пожарные вынуждены тянуть гидрант на расстоянии более 2 километров с улицы Советская. Нет и больших емкостей с водой, как альтернативы водоему. Что должно делаться, чтобы не допускать пожаров? Вот возьмите, пожалуйста, прямо все документы. Значит, если надо, еще раз соберемся. И должен быть водоем, значит, пусть будет. Должна быть емкость на 100 кубов. Покупайте на 100 кубов. Вот, ребята, все. Честно говоря, я здесь вот третий год скорый. И каждый год одно и то же. Мы просто здесь не эмоциями делиться, как в сетях с нами делятся люди. Иной раз не нормативной лексикой. Мы все-таки решили, чтобы вы нас, ну, как-то, хоть обнадежно, что вы там будете делать. Делайте. Итак, ждем пятницы. Если возгорание не будет полностью ликвидировано к этому времени, то администрация округа будет вынуждена обращаться в областные надзорные органы. Альбина Евсеева, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.